В офис движения Михаила Ходорковского «Открытая Россия» в Москве сегодня с обыском пришли сотрудники правоохранительных органов. Они изымают технику и около 100 тысяч листовок к протестной акции, которая намечена на субботу. Собственно, с подготовкой к этому мероприятию в движении и связывают сегодняшние события. Добавлю, что городские власти акцию считают несогласованной. С подробностями из Москвы Сергей Митрофанов. Только когда мы оказались на месте, стало понятно, что речь идет не об обысках, а об оперативно-следственных мероприятиях. Разницу, конечно, понять сложно, но можно. Обыск – это когда заведено главное дело, идет его расследование. А оперативно-следственные мероприятия – это когда кто-то позвонил и сказал, что видел какое-то правонарушение. Приехали исследователи и стали выяснять, есть ли оно или нет. Так было и как раз в случае с «Открытой Россией». Кто-то позвонил и сказал, что в офисе у них, мол, находится экстремистская литература. И поэтому в 16 часов по московскому времени сотрудники правоохранительных органов в сопровождении ОМОНа приехали в этот офис и прошествовали на пятый этаж. Сейчас там заблокированы сотрудники, и там проходит выемка документов и компьютеров. Вот что нам рассказала представитель «Открытой России» Мария Баронова. В принципе, проходит все штатно, никого не бьют, но проблема заключается в том, что не допускают адвокатов. То есть допустили одного адвоката, изымают технику, изымают бумаги любые. И как выяснилось, в итоге никакого постановления об обыске у них нет. Ну, конечно, есть две версии, почему сейчас происходят обыски или оперативно-следственные мероприятия в офисе «Открытой России». Судя в том, что накануне Миньюса генеральная прокуратура признали деятельность «Открытой России» на территории России нежелательно. Правда, позже потом разъяснили, что речь идет о организации, которая зарегистрирована в Великобритании, а не той, которая осуществляет свою деятельность на территории России. Вторая версия. Судя в том, что на 29 апреля намечена акция, она называется «Надоел». Люди пойдут к администрации президента с письмами, в которых будут разъяснять, почему нынешняя власть им надоела. Так вот, Мария Баронова, которая представляет «Открытой России», связывает, скорее всего, происходящее именно с предстоящей акцией. Мы видели 26 марта то, что никто не ожидал, он вам не демон на акцию выйти столько людей во всех городах. Сейчас к нам, например, в «Открытой России» в Москве люди испытывают скепсис по поводу этой акции очень часто, особенно в либеральной среде. Но то, что я вижу, например, в наших рабочих чатах по регионам, огромное количество людей хочет в регионах выйти. Во многих местах, во многих городах согласовали акцию. Там, где не согласовались, сегодня происходят те же самые маски-шоу. Изымают также технику в офисах региональных отделений «Открытой России». Люди задерживаются. Илья Новиков, координатор по Татарстану, вчера был задержан в прокуратуре. И сегодня его судили по скайпу. Андрей Пателицын, координатор Уфы, в Уфе сейчас тоже заблокированы. Люди, которые занимались раздачей листовок в Уфе, тоже заблокированы. Ну и каковы будут последствия вот этих оперативно-следственных мероприятий, никто не знает. Но удивительный момент. Их проводит не ФСБ, не Следственный комитет, не Генеральная прокуратура, а городская полиция. Это очень показательный момент. Сергей Митрофанов, Павел Ракитин, РТВА.